Сегодня, дорогие друзья, у нас новый отель. Это Барос, пятизвездочный отель рядом с Мале. Сервис здесь начинается с посадки на катер. Встречают гостей холодными полотенцами, чтобы освежиться. И буквально через 25 минут вы попадаете на остров. Сегодня небольшая непогода, но я не думаю, что это испортит наш отдых. Уже персонал встречает нас, и мы, наконец, на курорте. Резорт небольшой, он идеально подойдет для гостей, которые ценят уют, комфорт и приватность. Остров очень зеленый, весь в деревьях. Хеллоу! Прямо по курсу небольшой магазин. Здесь ресепшн. Но на Мальдивах он никому не нужен. Теперь пойдем размещаться. Очень красивая локация на берегу. Там висит гамочок. Мы заселяемся. Водная вилла в отеле Барос. Здесь приветственный набор фруктов. Открытка. И шампанское по заезду. Стоят напольные весы. Большой телевизор. Очень красивая кровать. С приветственными словами. И там есть диванчик. А также у нас такая шикарная терраса. Со своим бассейном. С местом для отдыха. И, конечно же, тут есть спуск в воду. Вот так он выглядит. Для тех, кто вообще ничего в этой жизни не боится. Теперь пойдем посмотрим нашу ванную комнату. И начнем ее смотреть с душевой. Косметика в отеле шикарная. Это очень хороший бренд. Просторная ванна. И два умывальника. А также литаз. Здесь тоже есть все необходимое. Для ухода за собой. Теперь пройдем посмотрим в зону мини-бара. Вода, чай, кофе входят в стоимость. В ящиках есть винный холодильник. Но он за допплату. И здесь все, что с прессом, тоже идет за допплату. В шкафу. Шкаф, кстати, очень большой. Есть холодильная доска с утюгом. Сумочки пляжные. Пляжные сланцы. И обычные халаты. А также коврики для йоги. И во втором шкафу набор мягких тапочек. Зубные принадлежности. Мы в отеле Баррес. Наслаждаемся здесь приватностью. Прекрасным сервисом. Очень красивым океаном. Море здесь почему-то показалось нам более теплым. Может быть, это влияние отеля. Но красота тут просто потрясающая. Все виллы максимально уединенные. В принципе, соседям можно и не увидеться. Весь отдых. Так что нам очень-очень нравится. И, дорогие зрители, напоминаю. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите, как вам отель в комментариях. Нам это очень важно и очень интересно. Группа водных вилл расположена полукругом. И рядом пляжи. Пляжи на острове немножечко отличаются. Но риф есть практически везде по периметру. Можно заходить и снорклить с маской. Отель очень зеленый, с воды. Виллы с берега даже не проглядываются. Полное уединение для гостей. Как я говорила, пляжи отличаются. На одном, допустим, чуть больше ракушечника. А если смотреть на пляж по правую сторону, то там практически идеальный вход в воду. Вода прозрачная. Можно заходить без тапчик, комфортно купаться. И сделаны вот такие помосты. Можно лежать на лежаках прямо в окружении океана. Вода прозрачная. Видно рыбок. Но это сейчас маленькие совсем рыбешки. А есть тут и покрупнее добытия. И вот подближе один из очень хороших пляжей. Видно, как здесь идеально спокойное море. Очень пологий заход. И вдалеке уже начинаются кораллы. Классное место. Идеально зеленая побережье. В ресторане можно взять коктейль с кокосовой водичкой. Очень вкусно. И главное достояние отеля, это, конечно же, риф. И его морские жители. Здесь есть и семейство акул, и морские черепахи. И даже есть затонувшая лодка. Наслаждайтесь вместе с нами отличными курортами. И помните, что тур в любой из отелей мы можем вам рассчитать и оформить. Обращайтесь к профессионалам. Мы видели все своими глазами. А вон как раз и акулка. Плавают буквально около берега. Лайм. Главный ресторан отеля, который работает ежедневно на все приемы пищи. Утром на завтраке мы его обязательно посетим и все попробуем. Завтраки в отеле просто шикарные. Часть блюд по меню, часть на шведском столе. И вот с таким прекрасным видом можно начинать свой день. Так, у нас завтрак в отеле Борос. Здесь разные холодные закуски. Большой выбор рыбы. На любой вкус. Суши есть также на завтрак. Мед в сотах. Хороший выбор орешков. И сыров. Здесь продолжение по сырам. Большой выбор колбас и различных мясных нарезок. Соусы. Ну, тут есть гуакамуле даже. Также небольшой островок, где различные сосиски и блюда с карри, лепешки, горячие запеканки, хэст-драуны и овощи в различных видах. Стоечка с различными йогуртами. Очень все выглядит аппетитно. И тут различные соки и разные виды морока. Есть и безлактозные, и соевые. Тут нарезают свежие фрукты. Можно заказать себе тарелку. И, конечно же, булочки всех мастей и форматов. Есть тостер, масса разных джамов и очень вкусный хлеб. У основного ресторана, кроме крытой части, есть еще открытый столик. Здесь очень приятно сидеть вечером. И также здесь находится несколько лежаков и основной бассейн. Инфинити бассейн построен в форме дуги. Можно отдыхать в бассейне, наслаждаясь прекрасным видом на океан. Народа здесь обычно очень-очень мало. В море вынесен бар Lighthouse. И также здесь на пирсе проводится йога по утрам. Остров очень зеленый. Он буквально весь в пальмах, в растениях. Есть небольшой бар. Palm Garden называется это место. Здесь и гамачок висит. И как раз с пляжа около этого бара очень хороший заход к рифу. Вечером на острове царит умиротворение и спокойствие. Везде включена подсветка. И можно приятно посидеть вечером за коктейлем. В баре хороший ассортимент. Все напитки записываются на номер. И по выезду можно рассчитаться. По едам в отеле Баррес просто потрясающе. Такое основное блюдо у нас сегодня. И конечно же вино. Средний спа тоже. Очень комфортные комнаты для массажа. Стоимость услуг в среднем от 175 долларов за массаж. Плюс налоги. Спорт зала. Делюкс вилла. Это базовая категория номеров в отеле. Первая по стоимости. Вот такой у меня прямой выход. В номере есть письменный стол. Мини-бар, в котором включен чай и кофе. Гардеробная и очень просторная ванная комната. Где есть и тропический душ, и ванна. Стоит соль для ванны. Номера Beach Pool Villa. Спасибо. Очень просторная комната. В зоне гостиной. Здесь еще один телевизор. Своя терраса с прекрасным бассейном. И выходом к пляжу. Вот такое уединенное размещение. Бомбанная комната. И тот же садик. Стропочистим душу. Очень красиво. Это новые бары с виллой. Очень красивая чай-гостина. Здесь даже библиотека. И, конечно же, ванная комната. Тут два умывальника. Туалет за дверью. В этих номерах уже представлена косметика Aqua Deparma. Очень приятный бренд. К ванне полагается также набор косметики и соль для ванны. И, конечно же, любимый всеми на Мальдивах тропический душ. И небольшой сад. Вот и подходит к концу наш опинг в отеле Варос. Это очень понравился. Надеюсь, еще однажды сюда вернемся. И сейчас у нас грызть на закате с шампански и закусками. Дорогие зрители, не забывайте. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. И писайте комментарии. Как вам отелят. И как вам понравилось наше видео. Нам тут очень интересно. Всем спасибо. И вот настало время отъезда. Садимся в наш прекрасный катер, который отвезет нас в аэропорт Мале. Отель очень близко к Мале, поэтому время трансфера минимальное. Это очень здорово. Не тратите лишнее время на дорогу. Но расставаться с отелем немного грустно. Персонал выходит всегда махать рукой и прощаться. Надеюсь, вернемся снова. А впереди нас ждут новые интересные отели и курорты. Продолжение следует...